Навязчивая реклама осваивает новые горизонты. Все уже давно смирились с рекламными паузами по телевизору. Привыкли к рекламным блокам в интернете. Но в погоне за прибылью рекламщики не стоят на месте. Им нужна не просто широкая аудитория, а точное попадание в цель. И вот уже находясь у строительного магазина, мы получаем смс рекламы стройтоваров. У обувного с рекламой обуви. Сначала кажется это случайность, затем начинают возникать подозрения. А вдруг рекламщики знают, где я нахожусь? А вдруг за мной следят? И это не паранойя. Современные технологии позволяют следить без труда. Как именно? Евгений Соловьев расскажет. Их все больше, они все доступнее, их возможности все шире. Сегодня это не просто телефон, а телевизор, навигатор, книга, газета. Незаменимый верный друг и помощник. Но чем больше он может, тем больше свербит мысль, а не слишком ли много он знает. Можете считать это паранойей, но телефон действительно следит за нами. И более того, болтает она с кем ни попадя налево и направо. С кем ни бывало, идешь в строительный магазин и только переступаешь порог, ровно в этот момент на телефон приходит смс, которая сообщает, что стройматериалы лучше купить в соседнем магазине. Там, мол, и качество, и цена интереснее. Самый логичный вопрос, как они узнали? Ведь даже полиция, чтобы получить доступ к данным о местоположении любого человека, должна сначала получить санкцию суда. Видимо, у продавцов товаров и услуг полномочия шире. Парадокс. Специалисты говорят, нет рекламный геотаргетинг. С использованием базовых станций сетовой связи, оператор точно знает местонахождение любого абсолютно владельца телефона. Если он определяет его как находящегося в строительном магазине, то достаточно легко, зная его номер телефона, отправить ему и соответствующую рекламу. Технически это делается очень просто. Единственное, что это нарушает закон, в том плане, что до распространения рекламы оператор должен иметь доказываемое согласие с субъектом персональных данных. И если такая реклама предлагается без доказательства такого, то это прямое нарушение. За него полагается штраф от 100 до 500 тысяч рублей. Но есть в этом и наша вина. Возраст, пол, личные фото, предпочтения в музыке, кино, политические взгляды, вкусовые пристрастия. Где я был вчера и куда поехал прямо сейчас? Все это мы добровольно рассказываем в социальных сетях. Неудивительно, что такой информацией активно пользуются многие заинтересованные лица. От маркетологов и HR-специалистов до спецслужб и домушников. Гипотетически этим приложением ничто не мешает производить такую эпизодическую слежку, отправляя какие-то данные на сервера, чтобы в дальнейшем использовать это в рекламном таргетинге или еще для какого-то анализа. Роскомнадзор штрафует за навязчивую рекламу, считая, что это не только нарушение закона о защите персональных данных, но и закона о связи, а также нарушение лицензионных условий. Но надо пожаловаться. Скорее, заказчики такой рекламы отпираться не станут и постараются замять вопрос в досудебном порядке. Крупный бизнес в нашей стране, он устроен так, что он не будет врать напрямую. И крупный бизнес, так как его со всех сторон все-таки покусывают, он старается вести себя так, чтобы заработать деньги, но формально честно. Другое дело, компании мелкие. Отели примут у одежды, кофе-хаусы и тому подобное. С ними лучше разговаривать лично. Как правило, строгий тон и вас исключают из списков рассылки рекламы. Другой вопрос, как вы в эти списки попали. И задавать его стоит своим операторам мобильной связи. И тем самым укреплять степень защиты.